Евросоюз готов ввести новые санкции против правительства Сирии в случае необходимости. С таким заявлением выступила верховный представитель ЕС Федерико Магирини. Она поддержала нанесение авиаударов США, Франции и Великобритании, как и ряд других стран Евросоюза. Елена Абрамович продолжит. Это были адекватные меры в ответ на грубое нарушение международного права, использование химоружия. Таков основной месседж Вашингтона, Лондона и Парижа. Согласны с ними, как в Брюсселе, Берлине, так и в Токио. Немецкий канцлер Ангела Меркель написала в соцсети, военная операция была вынужденной. С отдельным объяснением выступили в МИДе Германии. Химическое оружие справедливо объявлено вне закона мировым сообществом, и на его использование нельзя закрывать глаза. Мировое сообщество в долгу перед жертвами, поэтому правильно, что США, Франция и Великобритания приняли эти продуманные меры. Обратились к народу и правительству участников операции. Во Франции объяснили, не нацелены на эскалацию конфликта. А британский премьер Тереза Мэй заверила, удары в Сирии должны остановить тех, кто использует химоружие на улицах Британии. Это законные действия, направленные на то, чтобы положить конец серьезному нарушению прав человека. У нас была конкретная цель – уничтожить химический потенциал сирийского режима, чтобы помешать ему совершить новую химическую атаку и остановить террор против собственного народа. Я приняла это решение, потому что я считаю это правильным шагом. Это наш национальный интерес, и я уверена, что это также важно для международного сообщества – иметь четкую позицию касательно этой ситуации. Американский президент Дональд Трамп в своем заявлении напомнил о прошлогодней химатаке в Сирии и авиаударах американских войск в ответ и призвал Россию с Ираном прекратить помогать Ассаду. Я обращаюсь также к двум правительствам, наиболее ответственным за поддержку оснащения и финансирование криминального режима Ассада – Ирана и России. Я спрашиваю, какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей? Народы мира можно судить по друзьям, которых они поддерживают. Впрочем, Москва назвала происходящее актом агрессии, а еще реакцией на успехи сирийских военных в освобождении своей территории от международного терроризма и пригрозила новыми поставками вооружений в Сирию. Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего, считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса и не только в отношении Сирии, но и других государств. В свете происходящего правительство Японии собрало Совет Безопасности. На экстренную встречу созвал послов в Брюсселе эгентерство НАТО, а главы дипломатических ведомств стран ЕС обсудят вопрос в понедельник в Люксембурге. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.